Русские не сдаются. Фебюре. 27, 2015-7-58. Путешествие по России, для сильных. Еще бы, в отсутствии почти полного отсутствия инфраструктуры и доступной среды даже для жителей, странно было бы видеть туалеты и уютные гостиницы на каждом шагу. Многие привычные нам вещи для иностранцев кажутся странными или даже шокирующими. В этом есть свой кайф, пусть иногда условный, пройти почти нехоженными тропами, увидеть что-то аутентичное. Тропу к церкви Покрова на Нерли нехоженой точно не назовешь, но как помню, непроста была дорога к храму, сперва перебежать железную дорогу, потом пробираться через заболоченное поле. В Боголюбово я не был лет восемь. Увиденное потрясло. Один Боголюбово, что под городом Владимиром, по-прежнему остается дырой, как я описал деревню в прошлый раз. Здесь большой монастырь и маленькая церквушка, к которой и приезжают и тысячи туристов. Вместе с Суздалем, эти объекты, наверное, самые популярные и массовые в российском внутреннем туризме. И когда-то, это должно было случиться, два да, когда-то линию железной дороги, что отделяет одиноко стоящую на берегу реки церковь и трассу, приходилось в буквальном смысле перебегать. Но поток желающих посетить святые места все увеличивался, назрела необходимость построить мост через пути. Построили, да еще какой. На загляденье, с цветным стеклом, фонарями, точкой и даже лифтом. Вот этого никак не ожидаешь. Лифты, правда, не работают, двери закрыты, опечатаны, и вообще, по-моему, ни разу в жизни не открывались. Но они есть. Любуйтесь, только руками не трогайте. Три еще больше лифтов порадовало обилие заборов и оград. Если ажурные перила на высокой лестнице это и оправдано, и красиво, то зачем забор, огораживающий дорожку? Тем более, с двумя характерными и очень странными полукругами. Для торговцев сувенирами. Почему вообще нельзя было обойтись без забора? Четыре даже тесею было проще найти выход из лабиринта, чем инвалиду добраться от начала до конца этого пандуса, ведущего на платформу. Обратите внимание, ее никто не чистит. Зачем тогда строили? Пять вроде бы, хотели облегчить людям жизнь, а получилось как всегда. И испытание на этом не заканчивается. Дорожку к церкви тоже никто чистить от льда не думает, редкие зимние посетители и так дойдут. Американская гостья не дошла, сдалась на полпути, после того, как все-таки поскользнулась. Шесть я же дошел до цели, и даже нашел друга. Двоякое ощущение от того, что сделали в боголюбово. С одной стороны, когда остаются нетронутые уголки, это хорошо, и не всегда нужно приносить цивилизацию на эти земли. С другой, ну возьмем национальные парки в США. Возможность насладиться первозданной природой, передвигаясь, при этом, по удобным и безопасным дорожкам, доступным даже маломобильным людям. Мы же пока никак не сдаемся цивилизованному туризму, и даже если построили подобие инфраструктуры, стало еще запутаннее. Другие фоторепортажи о стране, Россия. Рисунок 11. Рисунок 12. Благовещенск на границе цивилизации микротрущобы в России. Не поверите, но здесь живут люди. Церковь в поселке Кушмангорд. Понравилось. Мне важно ваше мнение о том, что я делаю и что пишу в журнале. Ваш комментарий, лучшая оценка моей работы. Давайте общаться больше. Новое. Теперь доступна подписка на новые фотоматериалы блога. Нажмите сюда. Добавляйте меня в друзья, если вы еще этого не сделали. Кроме ЖЖ, я также пишу в Twitter, Facebook, Instagram. Все фоторепортажи о путешествиях на сайте. www.macos.mas Вы можете заказать рекламу в этом журнале или разместить баннер. Подготовить блогерский фоторепортаж. Провести конкурс. Отправиться в путешествие с вашим продуктом. Легко и с удовольствием. Пишите. www.macos.com.br 2015 Александр Беленький. Все фотографии в этой публикации сделаны мной, если не сказано иное. Данный материал принадлежит автору блога. Полное или частичное копирование без моего согласия строго запрещено. Вы можете спросить об этом, написав письмо по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своем личном блоге, на платформе LiveJournal или социальных сетях, спрашивать разрешение не нужно. Но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперылкой на оригинал. Фото, мысли, путевые заметки, квадрокоптер, Владимирская область, церкви, архитектура, зима, фотопоездки, Россия. Leave a comment, read comments. 307